фокус мокус хороший но он возьмет мне погубит все это дело потому что там тесно корешкам друзья всем привет посмотрите мне это показалось очень любопытным ой вот я пришла снимать и забыла как называется она мне давным-давно церапегия вуди вот знаете как я вспоминаю вуди аллен воде терапия будет смотрите такие тонкие стебли если будет много много и вот эти вот обалденной красоты листочки то она будет стеной свисать но я-то ее хочу для улиткария давайте полюбуемся на цветочек он такой смешной оказался а я главное дело пришла отщипнула я же хочу ее много-много и потом вылиткарий сажать отщипнула не глядя а что это такое цветочек но вот так у меня и было тут еще один маленький внутри вот этой лоханки вот он показался нам видите как так и в общем отщипнула а потом он видите пошел побег дальше дальше но дело к осени уже осень во все уже 2 октября сильно не будет разрастаться очень хочу в улиткарий ну по моему они то что я сажала съели ребят попробуйте у кого есть расскажете потом лавненько если у кого-то много этого счастья еще раз терапегия вуде терапегия я каждый раз на цена 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 но раньше не было этого растения в озеленении это чё-то новенькое а вот это надо конечно штуку отсюда убирать но корнями заполонит это у нас напомните плекторантус войлочный а что напомните я про него не я вам рассказывала про душистый а про этот ничего не сказала и кстати берут давайте я беру вот эти верхушки кладу их в мясо там когда приготовлю вот просто нарезаете обалденная вещь так а давайте заодно глянем что у нас тут еще есть вот это вот я не знаю между прочим может ожог какой-то вода попала вон какие-то подтеки может вредитель какой-то не знаю не на не на не на это у нас эхиверия кстати литочки я тоже любит есть и разные как-то всякие тут рассадник всякой всячины может рассадить пока не поздно пока не зима там он вдалеке знаете что увидим сейчас давайте я вот так там вдалеке вот он сейчас он прям приближ это очиток моргана он мне когда-то бешено просто свисал с окон длиннючий такой и как же я от него устала ребята как же его надо беречь он такой хрупкий листочки можно же с этой стороны посмотреть зачем я уродуюсь зачем зачем такие сложности когда мы можем просто вот отсюда моего не нахожу а вот ишь спрятал вот он отчиток моргана не знаю развести мне его снова больших количествах но геморрона очень болтается такой весь хрупкий не надо всю эту штуку теперь а наверно быстренько рассадить да но вот героиня дня терапия будет человек не пристала но интересное растение и а что это за фокусы давайте я прям упору с рогом вот 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 получилось ура ура еще один экземплярчик ну конечно мне несколько смотрите что мы можем сделать наверно вот досюда до дощипнуть вот это оставить вот здесь новый побег пытается или это просто какая-то сушь а да это какая-то ерунда но все равно мы можем с этого взять два череночка допустим вот так с двумя вот скажем так полтора между узлей вот до сюда и вот до сюда да оставим вот это она и так в зоне рисков кстати сюда надо подсадить что-то уж больно и просторно сейчас давайте я без вас это сделаем не я тоже камеру не выключала ну вот оставил вот этот хлястик вот а у нас ой осторожненько 2 членка вот они или рискнуть посадить в мегасятник вот сюда вот вот этим нашим гавриком которые в общем могут сожрать всего могут сожрать все вот сюда вот на этот край я всегда сажаю что-нибудь не будем рисковать не будем рисковать вот или мы посадим вот сюда вот в роды личник давайте заглянем потому что там сидят и роды или которые так шуметь не будем которых я вам кстати еще ни разу не показывала таинственные улитки роды но они не очень киногеничны давайте поищем куда здесь можно воткнуть с фагнум пойдет как вы думаете я просто понимаете мне говорят как вы делаете все это делаю озеленение там да то я делаю я импровизирую ребят я вот не знаю нормально ли может быть в сфагнуме она и не укоренилась бы так по жизни а вот во влажной среде корениться потому что влажная среда она как бы это сразу 1000 бонусов не так не пойдет надо чтобы она вот а листовой вот этой вот пластинка к свету но мне на самом деле трудно это делать на камеру вот почему я никак не могу показать как я делаю эти улитка домики это как вслепую знаете это как на автопилоте просто я не понимаю что я там делаю совершенно это у меня на это ребята правда вот на это вот действие у меня ушли бы считанные доли секунды а сейчас я никак не могу понять что я творяю короче говоря главное поместить черенок в какой-то субстрат и желательно чтобы он при этом не был отвернут от солнышка ну ладно сойдет и так вот посмотрите вот видите например трагисканцы видите ее белый корешок прекрасно видите даже если он немножко не фокусе да нет это было хорошо видно вот эти корневые волоски на корешочки видите какой пушистый корень все это говорит о том что влажная среда и растения корнями впитывает влагу и прекрасно укореняется стоило улиткам уйти на два дня в грунт и их давненько уже не вижу мне 23 вот растения тут разошлись не на счет так мы там убираем это осталось невостребованным нужно нужно попробовать вот я так доковыриваю но аккуратно чтобы на какую-нибудь улитку там не попасть пальцем это что-нибудь втыкаю вот что очередное и так внимание да вот я нащупала там и но главное когда руку вытаскиваешь не не утащить с собой обратно этот черенок чтобы он не зацепился за палец вот все это делается гораздо быстрее легче на самом деле все вот эти все листочки это как мульчирующий такой материал для него это меня конечно беспокоит как я ее посадила то нормально села сразу ну если вот сразу переделывать то можно переделать если уже сделано лучше не трогать когда черенок без корней его можно тормошить можно так и так и так если с корнями то лучше воткнула и убежала ну все нет давайте все таки я довершу доведу до конца чтобы не не возвращаться потом когда выключу камеру он вот так нормальный вариант вот я прижала хорошо торфом и и листочки более-менее к свету развернуты потому что свет попадать должен на вот а верхнюю часть листовой пластины они не с изнанки даже если это свет такой не интенсивный особенно если он не интенсивный видите он уже закрыто все матовым пластиком вот как же я люблю эти ведерки просто вот то что надо ладно надеюсь что про ведерки будет видео снято потому что похоже что именно за эту тему проголосовали на канале кстати мне тут еще про мелких улиток будет где-то на мне там сидит но это другая тема ребятки всем пока надеюсь что было вам это опознавательно и любопытненько дождик пошел каплит вам видно слышно открывайся а что это почему он не открывается вот дождишка на улице шумит и 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